Всем доброе утро! У нас утро, пятница, я опять на кухне, я готовлю завтрак. Для меня это будет уже второй завтрак, для кого-то это будет первый завтрак. На обед сегодня суп из чечевицы. А сейчас я буду делать запеканку творожную в оптигриле. И хочу показать вам вот эту насадочку, да, уже более так, поближе. Покажу запеканку, как буду делать творожную, вдруг кому-то пригодится. Я такую запеканку делала и в духовке тоже, очень часто. Это наша любимая запеканка. Что нам понадобится? У меня здесь, ой, полкилограмма творога. Творог обыкновенный, зернистый, не перебитый уже, да. Два яйца. Здесь у меня столовая ложка кукурузного крахмала. Столовая ложка заменителя сахара. Я использую такой. Можете добавлять сахар, две столовые ложки, если любите сладкое. Щепотка соли. Это все в одном. И здесь баночка сметаны, то есть она была не полная, 10 грамм, 100, наверное. Я сюда добавила одно яйцо, это будет заливка для запеканки. Что я делаю? В первую очередь я взбиваю яйца. Ну вот, не взбить, а просто размешать, да, хорошо. Добавляю к творогу. И сюда же добавляю все сыпучее. Крахмал, сахар, соль. И нужно просто все тщательно перемешать. Творожная масса готова. Нужно будет сметану с яйцом хорошо размешать. Когда я готовлю эту запеканку в духовке, я делаю так. Я сначала ставлю творог буквально на минут 15, да. А потом вытаскиваю, делаю заливку сверху, поливаю. И снова ставлю в духовку буквально на 5 минуточек. К сметане, опять же, если вы любите очень сладкую запеканку, вы можете добавить пару ложек сгущенного молока. Так я делала раньше, вы не представляете, какая это вкуснота получается. Ну, то есть, вот это все нужно размешать тщательно, да. Что мы делаем с грилем? Так, хотелось бы, чтобы вам, конечно, было получше видно. Вот, посмотрите, так легко снимается насадка. И устанавливается вот эта форма для запекания. Я ничем не смазываю, потому что я делала запеканку из овощей и яйца. Я ничем не смазывала. И сейчас нужно будет просто сюда поместить весь творог и разровнять. Вот так это все выглядит. Теперь я переместила сметану с яйцем в более удобную емкость и аккуратно заливаю сверху. Такую запеканку, если вы любите, можно делать и с манной крупой. Добавлять буквально 3 столовые ложки, 2 столовые ложки. Она тогда получается более плотная по консистенции, прям уже похожая больше даже на пирог, чем на запеканку. Ну, крупа, как говорится, есть крупа. А мы делаем немножко не очень калорийный завтрак. И поэтому у нас будет вот таким образом сделана запеканка с крахмалом, причем кукурузным. Вот такая красота. Закрываем. Нажимаем на старт. Для того, чтобы нам выпекать, я вам уже показывала брошюрки, которые идут к грилю, пока вы научитесь им пользоваться. Для того, чтобы выпекать все различные запеканки, пироги, используется определенный температурный контроль. Нам нужна желтая лампочка. Она следующая после зеленой. К сожалению, вот лампочка почему-то не показывает. И нажимаем на ОК. После того, как гриль нагреется, как я уже говорила, он подаст сигнал. И с того момента нужно отсчитать приблизительно 20 минут. Еще знаете, что хочу показать? Я тут пролистывала брошюрки. И вот я что нашла. Смотрите. Можно поменять. Здесь на английском стоит, а я нашла на немецком. Сейчас я это приклею, пока это все жарится. Как-то на немецком уже будет сподручнее. Вот так. Посмотрите. Видите? Если жарить стейки, это будет с кровью, это средние прожарки, это будет уже совсем зажаренный. И еще что хочу сказать. Есть вот такая кнопочка разморозки. Вот. Я, правда, еще не разбиралась, как она работает, но со временем разберусь. Еще раз. Хвалю не нахвалюся. Это не реклама. Просто девочки просили показывать и рассказывать, что я делаю с оптигрилем, потому что многие хотят купить и сомневаются. Ну и вот. После того, как прозвучит сигнал, я засеку время. А что в итоге получится, естественно, я вам покажу. Еще хочу показать. Вместе с оптигрилем идет вот такая книжица. Здесь небольшие рецепты, да, для начала, чтобы натренироваться, как готовить с оптигрилем. Очень, кстати, простые, очень быстрые в приготовлении. И те рецепты, которые кушают все, рыбка, мяско, пицца всевозможные, да, запеченные, баклажанчики, и все остальное. Очень удобно. И вот такая вот я вам уже показывала брошюра для запекания, да, если на какой температуре приблизительно жарятся те или иные овощи, и также вот мясо, сэндвичи, и все остальное. Очень удобно. Еще знаете, что я хотела показать? Реклама уже пришла давно. Я тут сидела, просматривала. Я думаю, для тех, кто живет не в Германии, да, у нас каждый раз в почтовый ящик кидают рекламку, что будет в ближайшую неделю в магазинах. И, девочки, пришла вот такая реклама от Kaufland. Это уже для тех, кто живет в Германии. С четверга, с 29 по следующую среду. Вот, кстати, оптигриль запищал. Я засекла время. Запищал. И посмотрите, да, будет половина цены на кое-какие продукты. К сожалению, я сейчас этого ничего такого не кушаю, если только дыня. Борельно, кстати, да, кто еще не знаком, может, недавно переехали в Германию. Очень хорошая фирма, которая делает макаронные изделия и очень классная цена. Не рекламу, просто делюсь. Вдруг кто-то не увидит, да. Много всяких вкусностей, сладостей. Вот, посмотрите. Колбаски. Половина из этого не очень здоровая пища. Вот, например, вот это. Ну, кто-то же это кушает, раз это продается. И вот такая рекламка. Только в субботу будет 10% на все овощи и фрукты, которые будут на кассе уже, да, сниматься. Эти 10%. Так что, девочки, если кому-то нужно в Кауфландии закупиться, то, пожалуйста. Смотрела тут рекламки, смотрю. Смотрю и мечтаю. Это тоже из Кауфлянда. Наверное, отсвечу, чтобы так получше. Посмотрите, будет 20% скидка на все, что от этой фирмы. Как бы русская продукция. Да, творог, кстати, очень вкусный, очень хороший. Сметана тоже неплохая. Кефир, как бы, я его не пью, но Сережа сказал, что ему не понравилось. Так что, если что, вот посмотрите, хорошая скидка, да, на все артикли от этой фирмы. Что тут еще интересного? Ну, тут очень много всевозможных продуктов. Это можно долго рассматривать, долго показывать. Я все смотрю сковородки и все-таки, наверное, склоняюсь вот тут, тефалевские. Не хочу больше. Почему-то они очень быстро портятся и говорят, что выделяют какое-то вредное вещество при нагреве. Уже много раз это все слышала, но, тем не менее, сковородки продаются, потому что люди их покупают. И вот как-то так. И хочу все-таки, наверное, закажу на русском сайте чугунные сковородки, потому что мои пришли уже в совершенную негодность. Надолго сковородок не хватает. Вот с таким покрытием тефлоновым. Очень много будет скидок, как обычно. Кауфлан, кстати, очень часто и много делает скидки на свои продукты, да? Подешевле. Ну, все познается в сравнении. Вот молоко от Довгань, сгущенное молоко, просто ужас какое. Лучше все-таки, если хотите сгущенку, то лучше все-таки купить ее в русском магазине, нашу стандартную советскую сгущенку. Мне как-то она больше нравилась. Все-таки понадобилось для того, чтобы была запеканка более-менее готова. Около 35 минут, потому что температура не очень высокая, наверное, для того, чтобы не подкарал низ. Я только пробую, я только учусь на ней готовить, поэтому вот как-то вот такие вот получается, я сказала приблизительно минут 20, но все-таки понадобилось 30 минут. Она получилась вот такая. Я сильно ее не зажаривала. В духовке можно ее зажарить побольше, позолотистей, чтобы корочка была. И вот она такая получилась вкусненькая. Сейчас покажу, что получилось в разрезе. Рецептик запеканки я оставлю внизу под видео, если кому-то интересно. Можете тоже попробовать сделать в духовке. Получается очень-очень вкусно. Вот таким образом запеканка выглядит в разрезе. Варю суп из чечевицы. Здесь чечевица. У меня такой большой прям стакан. Я хорошо-хорошо промыла, чтобы вода прям прозрачная была. Затем лучок с чесночком, морковкой порезала кубиком. Морковку с чесночком, с лучком я немножко притушу на сковородке и добавлю туда томатную пасту. Вот у нас она вот такая. И зелень, специи. Все это в кастрюльку. Мясо у меня уже приготовилось. Я делаю это на постной свинине. Я высыпаю туда чечевицу. Я никогда не смотрю по времени, сколько она варится так приблизительно. То есть по готовности. Сильно не люблю разваренную чечевицу. Вот она сейчас закипит. Немного поварится. Овощи, которые я немного притомлю на сковородке, я опускаю туда. И суп готов. Без картошки. Я решила сделать без картошки. Просто такой будет легкий бобовый супчик. Красная чечевица варится очень быстро. У меня буквально минут 7, наверное. Она закипела и уже практически разварилась. В общем, я добавила зелень. Отключила, да? Все уже готово. Закинула туда зажарочку из томата и морковки. Закинула зелень. Теперь добавляю приправу. У меня здесь красный перец, куркума, зира. Все в кучку. И все. Еще раз перемешала. Супчик настоится и можно кушать. Девочки у меня спрашивали про приложение от Росман, которое можно скачать на телефон. Хочу показать. Я надеюсь, что будет очень хорошо вам видно. Нам нужен Play Market. Мы в него заходим. И в поисковик мы забиваем Росман. Об. Дойч. Я уже вот делала, да? И первое, что нам высвечивается, вот такое приложение. Вот так оно называется. Давайте я подержу немножко подольше. Можете скриншот сделать. Открываем. У меня телефон этот на русском языке, и поэтому я думаю, что понятно будет, да? Установить. И мы просто подождем, когда это приложение установится. Потом нажимаем на открыть. Это только для жителей Германии, да? Так. Первую страничку, это как рекламная. Нажимаем на вайта. То есть это предлагают, да? Показывают вам, что есть в этом приложении. Здесь вам говорится о защите ваших данных. Мы это подтверждаем. Для этого вам нужно еще ввести свой электронный адрес, да? 10% скидка действует только один раз на одну покупку. То есть я ее истратила, пришла домой, снова активировала еще 10%. Затем, когда вы подходите на кассу, вот вы активировали все, что вам нужно, вы купили все, что вы увидели, да, по предложениям, которые есть. Вот, допустим, есть предложение, если вы покупаете что-то, вот такой герет по уходу за пяточками, то вам в подарок бесплатно идет вот такой крем по уходу за, опять же, стопами, да? акция действительно еще до 31 августа тоже активировать можно. Когда вы подходите на кассу, вы заходите в свое приложение, давайте я вам снова покажу. вот у вас иконка в телефоне. Когда вы заходите в Росман, подходите на кассу, можете даже заранее открыть и смотреть, на что есть скидки, потом вы открываете ваше приложение, вот оно, и на кассе вам нужно будет открыть именно вот в этом уголочке, вот такой значок вы нажимаете и код, который сканирует продавец на кассе. И все ваши скидки, все ваши проценты, все это сбрасывается автоматически, это вы увидите уже на чеке, который вы получите на руки. Также есть функция сканирования. Итак, я недавно была в Росмане, покупала вот такой сухой шампунь, я вам его уже показывала, я нажимаю на сканирование, сейчас попробую, как это будет работать. Вот, видите, написала, что купон не найден, потому что он уже был активирован. Вот, так это работает. Так что, очень удачное и удобное приложение. Все хочу показать. В Берлине и в Бранденбурге, если кто еще не знает, в Lidl тоже можно скачать такую же программу на телефон. она бесплатно устанавливается, вы получаете 5 евро GoodShine, то есть он у вас при первой покупке 5 евро у вас сразу с вашей суммой минусуется, да, и потом точно так же вы открываете вот такие скидочки, активируете, да, на разные продукты, всегда это все видно, заходите в приложение и покупаете, и вам уже на кассе идет скидочка, и точно так же там легко разобраться, вы открываете вот такой код для сканирования и на кассе подносите, сканируется и очень удобно, в плане того, что кое-что можно сэкономить, просто есть еще в этом приложении такие анги-боты, которых нет в рекламных брошюрах, да, со временем они все естественно меняются, ну вот еще вот такой способ, который может нас экономить, вдруг это кому-то пригодится, кому-то поможет экономить наши денежки, девочки, знаете, куда иду на демонтаж, мне же завтра на работу вот эту красоту надо снимать, очень длинные и очень яркие, это надо все убирать, вот, иду сказать, вот так растут яблоки, никому не нужны, никто их не рвет, там рябина вдалеке, красиво очень, я подхожу уже к своему салону, я хожу к Вьетнамочке, она недалеко от нашаговой доступности, ну как-то уже привыкла к ней, какой раз уже делаю, вроде все чистенько, вроде все дезинфицирует, поэтому вот так вот, все по терминам, демонтаж произошел успешно, все сняли, просто в один слой гель-лак наложили, теперь нужно, чтобы все это отросло, потихоньку буду спиливать, ногти стали очень тонкие, будут болеть, потому что сейчас на работе в перчатках, поэтому буду ходить просто так, пока, какое-то время без лака, иду домой, жара неимоверная, обещали на сегодня 28, а у нас 32, очень жарко, все все весело нояс 웅, велась неюю, prechen квас и Ganz